Спасибо большое, Аня Борисович, спасибо вам за эту конференцию. Друзья, мне действительно очень приятно находиться в вашем окружении, считаю вас соратниками, единомышленниками, и все, все, все это очень правильно. Мы все прекрасно понимаем, что если бы нереали первых 30 лет 19 века, персидские и русско-турецкие войны, тогда армяно-населенной восточной Армении могло бы просто и не быть, потому что истерзанная и опустошенная восточная Армения снова стала армяно-населенной только в результате продвижения русской армии в Закавказе и после реалий русско-турецких, русско-персидских войн 1826-1829 годов. Это все правильно. Еще одна реманка, которую я хотел бы сделать, мы все с вами здесь грамотные люди среднего и старшего возраста, которые прекрасно понимаем и нас правильно учили, что несмотря на то, что армян по миру везде, армяне живут везде, и в большинстве ста стран мира есть армянские общины, колонии, и каждая армянская община гордится своей близостью, с новой своей исторической родиной, но только армяно-российское братство имеет славные страницы воинской дружбы и братства, совместной борьбы за общие ценности, и аналогу этих отношений в других случаях просто нет. И третье хотелось бы сказать. Мы сегодня же живем с вами во время, смутное время, когда по миру идут плохие процессы, продолжается конфронтация между Западом и Россией, идет экономическая война, идет гибридная война, очень неспокойно. Мы с вами понимаем, что тихо и аккуратно эти процессы свернуты, быть не будут, и они повлекут за собой очень глубинные новые процессы, которые нужно изучать. Мы понимаем, что неспокойно на Южном Кавказе, мы понимаем, что наши соседи хотели бы использовать эту ситуацию для того, чтобы вытурить Россию из Южного Кавказа. И у нас есть все основания для подобного размышления и констатации. Я хотел бы сказать следующее. Мы, Евразийский экспертный клуб, который я имею честь представлять, в который входят 49 видных армянских историков, международников, политологов, философов, специалистов в области безопасности и обороны, востоковедов, публицистов, журналистов и так далее. Много обсуждаем тему современных реалий на Кавказе и вопросы будущего развития Армяно-Российского стратегического союза. Две вещи хотелось бы сказать. Сейчас идет очень сложный, драматический процесс попытки примирения армян и азербайджанцев при помощи России, попытки нормализации отношений Армении и Турции. Мы все понимаем, что могут случиться на Кавказе значительные изменения геополитической и геоэкономической ситуации. Мы понимаем, что эти попытки, эти процессы, если они будут иметь место, повлекут за собой очень серьезные новые процессы, которых мы не наблюдали на протяжении последних 100-120 лет. И эти реалии диктуют необходимость предпринятия дополнительных новых шагов для того, чтобы армяно-российское, военно-политическое и военно-техническое сотрудничество продолжали развиваться по поступающей, и чтобы ситуация на Южном Кавказе не выходила из-под контроля России и организаций по договору о коллективной безопасности в целом. Именно поэтому, я буду очень коротко, мы вносим на рассмотрение друзей наших и на разговор внутри Армении следующие важные идеи. Первое. Мы считаем, что ползучий геноцид населения Нагорного Карабаха, который происходит взятием одной высоты, второй деревни, третьей высоты, четвертой деревни, которая проходит не сразу, а очень тихо, очень аккуратно, но последовательно и последовательно диктует за собой увеличение российского контингента в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Мы утверждаем, что для того, чтобы армянское население чувствовало бы поддержку России, а сегодня только Россия в мире единственная страна, которая может и желает обеспечить эту безопасность населения армянского Нагорного Карабаха, то для того, чтобы эти желания стали реальностью и более чувствительными, и видными для всех, для этого необходимо увеличить присутствие российского воинского миротворческого контингента минимум до двух бригад, то есть увеличить вдвое. Первое. Второе. Мы утверждаем, что хотя в 2000 году было у нас заключено армяно-российская декларация о стратегическом союзничестве, направленном на 21 век, но этой декларации уже 23 года, 22 года. Прошло столько лет, столько всего произошло, и тем более мы сегодня отмечаем 25-летие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армии, в выдающемся документе, но которому уже 25 лет, и многое прошло, и многое утекло, многое изменилось в регионе у нас. Мы предлагаем развивать и углублять армяно-российское военно-политическое, военно-техническое и военное сотрудничество. Для этого мы считаем, например, что в Горисе нужно развернуть вторую полноценную российскую военную базу. Именно в Горисе, потому что Горис это очень чувствительный для Армении и для всего ОДКБ регион, где можно проследить всяческие развития, например, в диаметре тысячи километров и не допустить свертывания каких-то интересов, в частности, интересов России и Армении. Третье. Мы считаем, что нужно вернуться к идее, когда в Армении в советские годы стояла гвардейская армия. Она стояла в Армении и она была на всей территории нашей союзной Советской Республики, и она была расформирована и ликвидирована в 1992-1993 годах. Так вот, мы считаем, что нужно вернуться к той идее, чтобы в Армении была дистанцирована российская армия. Может быть, кадрированная, может быть, не развернутая полностью, но именно армия, которая даст возможность узаконить, обеспечить присутствие России на всем регионе Большого Кавказа. И, наконец, последнее. Мы долго говорили о том, что перспектива урегулирования отношения Армении с соседей должна происходить при учете армянских интересов. Она не должна быть принесена в жертву каким-то большим глобальным, большим событиям, которые могут иметь место в мире или в регионе. Именно поэтому мы считаем, что российское военное, военно-техническое и военно-политическое присутствие в регионе Южного Кавказа должно увеличиваться. Увеличиваться с тем, чтобы уравновесить с собой новые процессы, которые имеют место в нашем регионе. Спасибо всем за внимание.